Всем привет! С вами Ирина. В этом видео я покажу вам все то, что я использую на данном растении. А это растение, вы знаете, Ирэн Добкин. Начну с того, что это растение у меня стоит без мха, без коры, абсолютно с голой корневой. Я жду кору от Швертера. Как только мне придет кора от Швертера, тогда я смогу уже посадить это растение. Пока что я не хочу садить в сосновую кору, потом пересаживать. Я не хочу лишний раз травмировать растение. Поэтому пока что она у меня вот таким вот образом стоит. Дело в том, что вы спросите, почему она у меня стоит в темном горшке, а не в прозрачном. Я сейчас вам это все объясню, покажу и расскажу, чтобы было все вам понятно. Так не могу достать этот горшочек. Дело в том, что этот горшочек очень классный. Корней мы видим у нас не очень много. Имеется в виду, они невысокие. Если я ставлю это растение в горшок, оно у меня не держится. Просто не держится. Ставить на корни, это значит, что получится, что растение... Ну, как бы я травмировать буду корни растению, да. Поэтому я не хочу ставить вот просто в этот горшок, чтобы оно там туда-сюда как бы наклонялось. Вот. И, ну, может быть такое, что растение может упасть, потому что сама вот масса листовая, она, конечно, преобладает над корневой. Вот. И растение может элементарно перевернуться. То есть я не могу оставить просто вот в этом вот горшочке. Мне не хочется повредить корни. Почему? Потому что наши корешки, они только-только начали идти в рост. Что мне очень, конечно, радует. Вот. Хочется вам показать, вот как кончики словно просыпаются, ребят. Видите? Так что не зря я проводила все вот эти свои манипуляции, да. То есть у нас пошел рост корней, корешки проснулись. И вот у нас проклевываются такие вот светленькие, да. Если они были просто, ну, как бы не закукленные, но они почему-то не хотели расти. Видимо, что-то растению не давало. Что-то мешало растению растить корешки. Но сейчас мы начали растить очень хорошо. Ну, как бы иметь в виду, они сами проклюнулись, да. Словно ожили корни. И вот им хочется, хочется уже жить и расти дальше. Вот. Только из этого соображения я сделала вывод, что мне нужно горшочек повыше. Вот. Повыше горшочек, если взять пластмассовый, растение падает. Оно не стоит. Поэтому мне нужно было взять более устойчивый горшок. Более устойчивый, чем керамика, найти что-то сложное. Он достаточно тяжелый. Вот. И растение в нем не переворачивается. Поэтому я поставила вот этот пустой горшочек в этот. Вы видите, вот как, насколько этот горшок выше. Тогда ставлю растение. Получается, растение у меня держится на листиках. Видите? Вот оно у меня стоит на листиках. Соответственно, минимально мы травмируем корни. То есть растение не стоит на корнях, не переворачивается. То есть корешки не царапаются, скажем так, у сам горшочек пластиковый. То есть я просто подумала, что это будет очень хороший вариант для того, чтобы обезопасить корни. Потому что в данный момент, в нашей ситуации, очень важно сберечь корни. И очень важно их в рост. То есть спровоцировать рост корней. Что мы, конечно же, и делали. После обработки фитоспорином с фундазолом, все у нас как бы начало налаживаться. После этого я еще отдельно растение обработала полностью фитоспорином. А вот потом у нас было опрыскивание простой водой, без ничего. Следующий мой полив был удобрение с азотом, для того, чтобы наши корешки проснулись. Потом у меня опрыскивание было простой водой. И в любом случае я всегда вам рекомендую все растения новые, которые вы получаете, ребят, профилактически обрабатывайте от жирности. Даже если эти растения приходят от известных вендоров, в любом случае нужно их обрабатывать. Потому что это все-таки дорога и мало ли. Поэтому всегда проводите обработку от жирности. Даже каким-то элементарным спреем. Не обязательно покупать там порошковые какие-то химии, одевать эти маски и вот это все делать. В принципе можно обойтись каким-то простым спреем. Очень много в продаже есть различных спреев от жирности. Хотя в большинстве случаев все равно в инструкции все равно указывается, что желательно использование перчаток, ну как бы личной гигиены. Перчатки, маска желательно использовать. Я покажу вам какой спрей я использую в данный момент. Мне очень понравилась фирма Bayer. Я думаю многие слышали про эту фирму. Очень у них хорошие препараты. Ребята, они очень термоядерные. Очень. Но они очень хорошие. Действительно, они очень хорошо работают. Я вот этот вот спрей нашла у нас в эпицентре. У меня уже девочки спрашивали. Он стоит 160 гривен. Он как бы не дешевый, но он реально очень хороший. Реально очень хорошо работает. Вот поэтому одеваем перчатки, одеваем маску. Выносим растения из помещения, в котором мы находимся. Желательно даже, если у вас нету там балкона. Вообще в идеале, конечно, на балконе или где-то на улице обработать. И мы вот этим спреем просто опрыскиваем все растения. По листам, по корешкам. Слегка опрыскали и оставили это растение, чтобы оно полностью просохло. Потом у нас два опрыскивания простой водой. Ну и дальше мы можем уже использовать различные удобрения. Ну, по крайней мере, то, что вам нравится. То, что у вас есть. И то, чем вы привыкли пользоваться. Я вам показываю, чем пользуюсь я. И поэтому у меня вот такие вот результаты. Ребята, это не то, чтобы я рекламирую. Вот это такая вот реклама. Нет, я не могу сказать, что я так сильно рекламирую. Потому что, ну, у меня есть как бы разные, да. Вот я же вам показывала, есть и простое удобрение за 14 гривен. Оно есть везде. Сейчас вот оно есть в продаже везде, в любом супермаркете. И в Ашане, и в Новой Линии, и в Эпицентре. Да где угодно. Они есть маленькие баночки, есть большие. Это дешевое удобрение. И абсолютно оно неплохое. И это не просто вот, что я там рекламирую вот это вот удобрение. Я там с ними сотрудничаю. Нет, ребят. Абсолютно. То есть вы можете пойти в любой магазин и найти это удобрение. Я вам показываю только те препараты, которыми я пользуюсь. И которые мне нравятся. Я же вам не показываю все подряд, да. И в группе нет продаж всяких разных там удобрений. Потому что вот нужно все набрать. Нет. У меня вот есть, я нашла свое. Я нашла вот это удобрение «Зеленый дом». Оно мне безумно нравится. Оно натуральное, хорошее. Ну как бы пока что в данный момент я не нашла такого аналога таких удобрений. Вот. Так что я сейчас вот последнее время, что я использую на этой орхидейке, так это опрыскиванием желкой. Каждое утро я ее сейчас опрыскиваю, потому как она у меня без субстрата. Вот. И она все-таки любит немножко тоже, как бы слегка влажный субстрат, чтобы у этого растения всегда был. Но пока, так как у меня нету коры, чтобы посадить это растение в кору, сосновую пока что я не хочу садить. Поэтому я жду кору пении, уже нормально абсолютно посажу это растение, растение будет укореняться. Так что рост корней у нас пошел, корешки у нас просыпаются. Это меня очень, ребята, радует. Вот что такие вот хорошие результаты. И все, что я делаю, оно все-таки, ну не проходит зря. Результаты есть, и это, конечно, здорово. Вот. И покажу вам еще, что я использую в последнее время на этой орхидее. Я использовала, опять же, вот это вот гуано. Последнее время я стала его использовать практически на всех орхидеях. Мне тоже очень нравится. Ну, ребят, натуральное. С навозом. Аромат тоже присутствует, но он достаточно быстро и проходит. Минут 10-15, и он выветривается. Но это натуральное, потому что, ну, не очень хочется с таким, ну, есть же очень много, да, сейчас продают в таких упаковочках навоз. Его нужно там замачивать, его нужно там настаивать. Мне, честно скажу, намного проще открыть бутылочку, развести с водой и полить орхидеи, потому что там 2-3 дня настаивать, потом еще там чего-то там разводить. То есть, это все занимает, конечно же, времени достаточно много, так как много орхидеи, я не могу себе позволить тратить очень много времени на это все. Поэтому я остановила свой выбор на зеленый дом. Вот. И также я еще использую на орхидее Ирэндопкин радифан. Вот у меня сейчас пока что закрыта упаковочка, предыдущую я использовала. Вот, ну, ее очень легко открыть, шприцом достать эту всю жидкость. Вот, состав полностью все по использованию, все у нас есть на упаковочке. Вот, меня уже просили снять отдельное видео про радифарм, как его разводить. Как девочка написала, мне проще один раз увидеть, чем мне 10 раз напишут. Вот, я вам обязательно покажу, нужно мне просто купить сейчас шприц, у меня как раз использовала радифарм и выкинула шприц. Нового шприца у меня нет, так что я куплю шприц, обязательно вам покажу, сниму отдельное видео, как пользоваться радифармом вот таким вот в упаковочке. Потому что, действительно, если мы откроем упаковку, ну, прям вот взять всю и использовать, ну, не всегда у нас удается. Вот, ну, в общем, я вам покажу, сниму обязательно отдельное видео про радифарм и покажу вам, как его лучше использовать. Так что, ребят, вот такие вот препараты, вот такие вот удобрения, да, вот это все, что я использовала на вот этой вот орхидее. Для того, чтобы у нас пошел вот такой вот рост корней. Это, да, это очень отличный результат, но пока что я еще не очень спешу, ребят, радоваться. Потому что то, что у нас корешки проклюнулись, это очень и очень хорошо. Но бывает и такое, что растение может показать свой рост корней, а потом остановить этот рост. Поэтому сейчас мне очень важно удержать вот этот рост корешков. Вот, поэтому я с ней ношусь, я вам скажу честно, как с писаной торбой, да, вот именно вот с этой орхидеишкой, с Рен Добген. Потому что я очень переживаю, чтобы где-то ее там, ну, чтобы ей не навредить и чтобы у меня не остановился рост корешков. Поэтому я ее постоянно опрыскиваю, я ее поливаю, я ее замачиваю, вот, для того, чтобы ей было комфортно, чтобы она не чувствовала дискомфорт. Потому что она все-таки у меня стоит, считайте, ну, достаточно уже, ну, немалый срок. Она у меня стоит просто с пустой, голой, корневой, без субстрата. Но пока что все нормально, рост корней есть, так что все отлично. Как только придет карат швертера, мы с вами обязательно ее посадим. Вот, и первое время тоже нужно будет за ней понаблюдать, для того, чтобы убедиться, что все-таки рост корней у нас продолжается. Вот, что растение не остановило рост корней. Ну, я думаю, что я вам объяснила, рассказала уже максимально доступно все, чем я пользуюсь. И на этом будем с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Если вам полезное было это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.